В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Отмена бесплатных школьных обедов. В администрации прошла встреча с представителями многодетных семей. Муниципальные и федеральные программы стартовал прием документов от горожан, претендующих на улучшение жилищных условий. Полет против Дюшикар. Очередная игра в рамках чемпионата города по баскетболу. Далее расскажем обо всем подробно. С начала новой учебной четверти в Сарове отменили бесплатные обеды для детей из многодетных семей. Для большинства это стало неприятной неожиданностью. Инициативные саровчане подготовили письмо с обращением к главе администрации и собрали подписи под ним, после чего лично встретились с представителями городской власти, чтобы услышать ответы на волнующие их вопросы из первых уст. Сами многодетные родители рассказали, что обеды отменили внезапно, никого не предупредив. В некоторых школах дети узнавали о том, что их не покормят уже в столовой. Наверное, все прекрасно знаете, что любую информацию в школах сейчас доносят под роспись. Так вот, мамы не расписывались в бумаге, которая бы говорила о возможном прекращении бесплатных обедов. В бумаге о возможном прекращении завтрака для всех, да, мамочки расписывались. А об обедах речи не было. Чтобы разобраться с ситуацией, многодетные родители инициировали встречу с главой администрации Алексеем Голубевым. В муниципалитете отметили, что совещание прошло в формате конструктивного диалога. Обменялись мнениями, кто что не понимал и почему такая ситуация случилась. Администрация признала свои ошибки об информировании, не своевременном, или при сбое информации, которую довела. Это многодетные семьи обозначили свои проблемы, и глава администрации предложил определенный путь их решения. По итогам встречи решено создать рабочую группу из руководителей профильных ведомств и активистов сообщества многодетных семей. И мы все замы, главы администрации, главы администрации согласны работать с этой группой на позитивных началах, не обвиняя друг друга, а дополняя, и чтобы в дальнейшем таких проколов, возьмите, не происходило. В конце встречи прозвучал вопрос, все ли согласны, вернее не так, а есть ли те, кто против. Единодушно, единогласно было принято решение, что все за. Пока обеды останутся платными для детей из многодетных семей. Однако администрация совместно с Думой рассмотрит варианты решения этого вопроса к началу следующего учебного года. Как улучшить жилищные условия? В Сарове начался прием заявлений от горожан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения и строительства жилья. Кроме того, саровчане могут подать заявку на включение в список участников программы обеспечения жильем молодых семей в 2020 году. Подробности далее. В прошлом году 33 семьи улучшили свои жилищные условия, поучаствовав в муниципальных программах. На средства, выделенные из бюджета, саровчане приобрели более 1600 квадратных метров. Новоселье отпраздновали семь молодых семей. Государственные жилищные сертификаты получили ликвидаторы Чернобыльской аварии и переселенцы из ЗАТО. В начале этого года начался процесс формирования списков по федеральным и муниципальным программам, самыми популярными из которых остаются меры поддержки молодых семей. Оба супруга должны быть в возрасте до 35 лет. У обоих супругов должна быть нуждаемость. Молодая семья – это понятие – это мама-папа, мама-папа с детьми, либо одинокий родитель, воспитывающий детей. Тоже немаловажный факт, подтверждение, что молодая семья имеет достаточные доходы для приобретения жилья. Это выражается либо справкой банка о возможной величине кредита, либо оценкой движимого и недвижимого имущества, находящегося в распоряжении молодой семьи. В списках участников программы «Молодая семья» 145 саровских семей. Предположительно, в 2019 году свои жилищные условия улучшат 8 семей. Из-за изменения порядка распределения средств их число может увеличиться. В очереди на улучшение жилищных условий на сегодняшний день 979 семей. Сейчас у нас в планах ожидания – это «Зернова 43» строительство, где часть жилых помещений будет продана по установленной стоимости для очередников. Также мы в планах ожидаем – это перепланировка «Менделия 54», где тоже будут квартиры очередниками переданы по договору социального найма. До недавнего времени в стране существовала государственная программа под названием «Жилье для российской семьи». В прошлом году руководство области запустило свою программу «Жилье для нижегородской семьи» для строительства квадратных метров «Стандарт-класса». Принять участие в ней могут и саровчане. К сожалению, пока, конечно, это у нас только территория Нижнего Новгорода и Кстова. Но граждане, которые заявлялись ранее в нашей программе для российской семьи, они вправе перейти в программу для нижегородской семьи или вообще заявиться просто для участия в программе. Заявления от претендентов на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья принимаются до 15 марта. Документы для участия в программе обеспечения жильем молодых семей можно подать до 31 мая. Более подробной информации по телефону 977-51 и 990-57. 25 января в Татьянин день все студенты и Татьяны города смогут бесплатно покататься на коньках на стадионе Икарм. Акция будет проходить с 4 часов дня до 8 вечера. При себе необходимо иметь любое удостоверение личности или студенческий билет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 25 января на улице Симашка частично перекроют движение. Проезд автомобилей запретят от дома номер 8 до пересечения с улицы Зернова. Напомним, в этом году улица Симашка будет расширена до 4 полос. Это позволит решить многолетнюю проблему с пробками, которые в часы пик серьезно замедляют движение на улице Московской и проспекте Музруково. В общей сложности движение на разных отрезках улицы Симашка будет ограничено до декабря текущего года. 2 февраля в Сарове пройдет день встречи выпускников. Традиция проводить такие вечера сложилась много лет назад. Каждую первую субботу февраля российские школы открывают свои двери для всех, кто хотел бы встретиться с одноклассниками и любимыми учителями. Как сообщили в департаменте образования, о времени и месте проведения встречи выпускников можно узнать на официальных сайтах школ города. Юные знатоки из Сарова вновь попадут на экраны телевизоров. В феврале пройдет серия игр «Что, где, когда» под названием «Дети 21 века». 17 февраля за победу будет бороться команда школы Росатома, победившая в прошлом сезоне. В ее составе выступят ученики 15-го лицея Кирилл Емелин и Никита Бондарев. Игру с участием саровчан можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале. Подвели итоги прошедшего года, привели статистику дорожно-транспортных происшествий и рассказали о мерах профилактики аварий на территории региона. Руководители Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Нижегородской области провели онлайн-конференцию с руководством Саровского отдела ГИБДД. О чем еще говорили в ходе беседы, расскажем в следующем репортаже. В результате реализации новой программы аварийность на дорогах Нижегородской области должна снизиться на 3,5% до 2024 года. За 12 месяцев 2018-го количество ДТП в регионе увеличилось, однако число погибших в авариях сократилось больше, чем на 200 человек. На видео пресс-конференции с главой областного ГИБДД Павлом Ржевским обсудили основные направления работы ведомства. Это, конечно, сокращение смертности дорог, сокращение дорожно-транспортного драматизма, в том числе с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного пьянения, ну и, конечно, с участием детей. На сегодняшний день в области зарегистрировано полтора миллиона автомобилей. В управлении госавтоинспекции идет работа по программе «Минус 50». Ее цель – сократить количество очагов аварийности на всей территории региона. В нашем городе их три – перекресток Зерново-Арзамаска, Зерново-Садово, а также Музруково-строителя Захарова. На дорогах в Нижегородскую область увеличилось количество ДТП с участием пассажирского автотранспорта аж на 33%. К сожалению, семь человек в них погибло, семь пассажиров. На дорогах нашего города, к сожалению, также зарегистрировано три дорожно-транспортного происшествия с участием автобусов. В ближайшее время по всей области пройдет операция «Безопасная поездка», в ходе которой сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил дорожного движения водителями и пассажирами общественного транспорта. Проект «Читаем вслух» продолжает свою работу. За несколько лет в нем приняли участие более 400 учеников школ. Было прочитано множество произведений отечественной и зарубежной литературы. В очередной встрече в рамках проекта «Дворца детского творчества» приняли участие ученики восьмых классов, а также представители общественной организации «Дети войны». Книга, которую в этот раз читали вслух, была написана в нашем городе и выбрала в себя воспоминания и заметки людей, переживших ужасы Великой Отечественной войны. Восьмиклассники по очереди перелистывали страницы книги «Опаленные войной». Первую часть этого сборника «Опаленные бедой» читали еще в прошлом году. Читали ребята тогда учащихся седьмых классов. Они подросли на год. И сейчас часть из этих ребят, которые были в прошлом году и читали фрагменты первой книги, снова в зале «Дворца детского творчества». Это сделано осознанно для того, чтобы такой мостик перебросить, чтобы они увидели продолжение историй героев каких-то. Может быть, новые истории для себя открыли, новых героев. На встречу пришли и те, кто книгу создавал. Активист общественной организации «Дети войны». Для них, переживших в детстве ужасы войны, голода и потерь, очень важно, чтобы память о тех днях не стиралась из памяти потомков. Дети читают, дети это серьезно воспринимают, со слезами на глазах. И я обращаюсь к детям, чтобы они интересовались у своих родственников, прабабушках и прадедушках, о их военном детстве, чтобы они их тоже записывали и присылали к нам в организацию, чтобы они вошли и в третью книгу. По заверениям активистов организации «Дети войны», скоро будет выпущена третья часть этого сборника воспоминаний. А значит, ребята-девятиклассники прочтут вслух еще немало рассказов и очерков военных лет, написанных теме, кто эту страшную войну видел своими глазами. Воспитанница объединения «Литошка» Ольга Туряева стала победителем Большого Всероссийского фестиваля в номинации «Литературное творчество». Проект посвящен столетию дополнительного образования и проходит под эгидой Министерства просвещения России. Саровченко представила на фестиваль свое стихотворение о природе. Со своими произведениями девушка не раз становилась победителем городских, областных и всероссийских конкурсов. Одним из последних стал Большой Всероссийский фестиваль, посвященный столетию дополнительного образования. На нем Ольга стала победителем в номинации «Литературное творчество». Я узнала, по-моему, самое последнее. Мне сначала одноклассники сказали, что меня напечатали на сайте Департамента образования. Потом мама позвонила, поздравила. Что? Где? А, я выиграла, да? Здорово! Очень приятно, что мои работы оценивают по достоинству. Значит, что я действительно могу создавать что-то, что нравится людям. Жюри конкурса состояло из именитых литераторов России. Каждая из них тщательно оценивала работы всех конкурсантов. На фестиваль были заявлены еще два участника объединения «Литушка» – Мария Пикулева и Владислав Смольников. Их произведения также были отмечены компетентным жюри. Очень почетно и, наверное, волнительно, когда профессиональные литераторы оценивают. Когда просто, ну, скажем, педагоги – это не так волнительно. Когда все-таки состоявшиеся профессиональные литераторы – это очень ответственное. Я каждый раз этому радуюсь. За 30 лет работы педагоги литературного объединения «Литушка» воспитали не одно поколение талантливых ребят. Некоторые из них связали свою судьбу с профессией писателя. В Сарове стартовал второй круг чемпионата города по баскетболу. С каждой встречей матча становится динамичнее и все интереснее как для самих игроков, так и для зрителей. Для того, чтобы побороться за высшие награды чемпионата, командам необходимо попасть в четверку лучших. А встречи между полетом идут шикар. Наш следующий репортаж. Валерий Щеголихин – амбициозная и вполне осуществимая спортивная мечта. Молодой человек в будущем хочет стать частью одного из самых сильных баскетбольных клубов страны – ЦСКА. К своей мечте Валерий двигается довольно успешно. В 10-м классе играл для свой год дублеры. В 11-м классе у меня закончились мои соревнования по моему возрасту. Я начал играть за мужчин. Матч с командой городообразующего предприятия «Полет» для Валерии и его команды начался удачно. Ребята стали забивать с первых минут. В какой-то момент табло показывало разницу в счете в 10 очков. Обе команды были настроены на победу. Одни брали опытом, другие – скоростью и энергией. Мы сейчас занимаем 5-е место. А вот эта команда, вроде как, 3-я или даже 2-я, не помню. Они тоже, короче, входят в четверку. И нам их нужно выигрывать. О своих соперников Валерий отзывается очень уважительно. Полет – команда опытная и сыгранная. Первая встреча с ними для команды «Дюж» закончилась, хоть и не разгромным, но все же поражением. Первая четверть показала, что «Дюж» настроен на победу. Но полет опытной команды подтянулась. И я думаю, борьба будет каждую четверть до конца игры. Борьба для обеих команд получилась очень напряженной. До последних секунд было непонятно, кто же возьмет верх. Но все же опыт команды «Полет» сыграл решающую роль. С минимальным перевесом матч закончился в их пользу. Второй круг чемпионата только начался, поэтому у команды «Дюж» есть все шансы побороться за золотые награды. Синоптики пугают затяжными морозами, но в хорошей шубе холода не страшны. В Ледовом дворце открылась выставка продажи изделий от казанской компании «Снежный мех». У саровчан появилась уникальная возможность приобрести шубу или дубленку по невероятно низким ценам. Уже более 10 лет компания «Снежный мех» радует покупателей своими изделиями. Каждая шубка или дубленка – это настоящее произведение искусства. Модель по душе на выставке продажи найдет для себя каждый. От сдержанной, не выходящей из моды классики до ультрастильных дизайнерских решений, покоривших мировые подиумы. Наши специалисты выезжают несколько раз в год на международные выставки меховые, чтобы отслеживать новые тенденции в производстве меха, в пошиве. И мы вам привезли все новые новиночки этого сезона. Изысканная норка, практичный мутон, изящный муранский козлик – эксклюзивные изделия из каракуля и енота. Эти меха никого не оставят равнодушными. Дубленки и куртки – как женские, так и мужские, а также головные уборы. Всего более 300 моделей. Наличный и безналичный расчет, кредит, рассрочка платежа. Ваша зима обязательно будет красивой и теплой с меховой компанией «Снежный мех». Выставка работает в Ледовом дворце с 23 по 26 января с 10 утра до 8 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.